Я приветствую Всех зрителей и слушателей канала Антитопор и сегодня речь пойдет О Центральной Азии Конкретно о Республиках бывшей Советской Средней Азии О которой Армения давно Видимо забыла А Азербайджан напротив Культивирует в этих странах Армяноненавистничество Разными ущешлениями Не брезгая ничем По сути имея давние глубокие корни Армянский МИД Так и не удосужился установить Дипломатические отношения На уровне посольств И ведомства в Узбекистане Таджикистане и Кыргызстане Из пяти Среднеазиатских республик Армения имеет посольство Только в двух странах Это Казахстан и Туркменистан Почему так происходит Это уже наверное вопрос К армянскому МИД Ведь свято место пусто не бывает Где нет Армении Обязательно придет Азербайджан И будет портить воздух Пример с Израилем Довольно таки яркий Как я считаю Об этом и о многом другом Мы поговорим с экспертом По межэтническим отношениям И проблемам ассоциации Центральной Азии Канатом Адиловым Канат я вас приветствую На канале Антитопор И задаю вам такой вопрос Скажите Каковы нынче настроения В Узбекистане В отношении армянского меньшинства Ведь армяне в этой стране Исторически проживают С незапамятных времен В Ташкенте В Самарканде В Фергане Кроме того Дали Узбекистану Насколько я знаю Немало талантливых людей Одна из которых Та же Тамара Ханум Например Какова вот сейчас Обстановка Как живут армяне В Узбекистане И имеются ли Какие-то межэтнические Распры между Узбекскими и армянскими народами Здравствуйте Вадим Армянские Граждане Узбекистана Армянского происхождения Живут Полноценно интегрированы В узбекское общество В узбекистанское общество В узбекский социум И От них я Никогда не слышал Каких-либо Претензий Жалоб В отношении Жизни Их жизни В их К отношению к ним Вот С узбеками Прекрасная Взаимная интеграция Как правило Армянские Граждане Зарекомендовали Себе Как прекрасные Специалисты Каждый в своей отрасли Медицина Или образование Или Индустрия Вот И умеет Находить Общий язык С людьми К сожалению Последние Буквально Три-четыре Года Эта Игилья Она Начинать Омрачается Публикациями Причем Интенсивными Публикациями О Активности Антиармянским Публикациям В частности Затрагивается Вопрос Об некой Активности Якобы Дашнаков В Туркестане В 1918 Году Я не историк И доступ К архивам Я не имею Поэтому Сказать Определенно Что-то Были ли эти события Или не были события Я Просто Не считаю себя В праве Одно могу сказать Что мои предки Оба моих Деда Оба моих Обе мои бабушки Выросли И жили В Ферганской Долине Как раз В эпицентре Тех Описываемых Событий И они Никогда Нам Не рассказывали О Какой-либо Активности Дашнака Вообще Это слово Не звучало В их устах Дашнак Об армянах Ну что Я Воочию Видел Что С армянскими Соседями У них Нормальные Добрососедские Отношения Теплые Я бы сказал Не может быть Чтобы При том Количестве Жертв Которые В общем-то Нам Предлагаются На рассмотрении Народная Народная Память Начисто Забыла Об этом Тем более Повторяю Мои предки Как раз Жили В эпицентре Описываемых Событий И При этом Они были Совершенно Взрослые люди Семейные И образованные Умели Ну Грамотные Как минимум Грамотные А как максимум Образованные Ну скажем Образование Медресе Для Мусульманского Востока Образование Медресе Считается Высшим Образованием Вот вы сказали Как нам Предлагают А кто Предлагает Конкретно Вот я знаю Что В странах Средней Азии Последнее время Немало Подобные Литературы Выходят И в Таджикистане И в Узбекистане И в том же Казахстане Где постоянно Муссируется Вот эта тема Дашнаков Кто Предлагает Эту Литературу Кто эти люди Авторы И главное Зачем Честно говоря Мне не хотелось Назвать имя Велика честь И не хочу Пиарить Имя Этого Гражданина Деятельность Которого В общем-то Заслуживает Внимания Узбекских Спецслужб Я так считаю Правоохранительных Органов Пардон Вот Потому что Он конкретно Разжигает Междунациональную розы То есть Это какой-то Один человек В основном От одного человека Исход Он выступает Часто С азербайджанских Ресурсов На азербайджанском Даже телевидении И Печатается На Печатается На азербайджанских Ресурсах Я две раз По-моему Печатал На Каком-то сайте Грузии Вот Если хотите Я его назову Но мне Не хочется Пиарить Человека Недочеловека Скажем так Но в одном из выпусков Я его и так Называл Да Шухрат Шухрат Некий Барлас Таким громким Себя Псевдонимом Назвал Да Или Гражданин Шухрат Саламов Скажем так Вот Почему Его деятельность Явно Противоречит Уголовному Кодексу Самого Самой Республики Узбекистан Во-первых Он Занимается Разжиганием Межнациональной Розни Те Статьи Которые Он Пишет Те Выступления На Интернет Ресурсах Они Независимо От того Говорит И пишет Он Правду Или нет В любом случае Они явно Окрашены Ксенофобные Тона Он Вызывает Ненависть К людям Определенной Национальности В данном Случае К армянам А надо Учесть Что в Узбекистане Проживает Около 70 тысяч Армян Граждане Его Сограждане Его Соотечественники Ведь он Разжигает Межнациональную Рознь Так Что У узбеков Должно Проснуться Именно Армянофобия Не просто Скажем Ну Критическая Отношение Не просто Армянофобия Да А вот именно Армянофобия Да Подсказываете На самом деле Откуда Эти корни Все ведутся То есть Эти люди Подпитываются Давайте Прямо Скажем Баку Да Я считаю Возбудила Беспорядки В соседнем Таджикистане В Душамбе Который В конечном итоге Вылез В гражданскую Войну Там Пять лет Длилась Гражданская Война И И надо Сказать Что гражданская Война В Таджикистане Была бедой Не только Таджикистан Мы тоже Немало Хлебнули Ну Понимаете Что значит Жить в Прифронтовом Государстве Узбекистан Тогда официально Получил статус Прифронтового Дважды Прифронтового Государства Потому что Мы граничили С двумя Воюющими Странами Между собой Воюющими Афганистан И Таджикистан И все Неудобства Протеснения Оттуда Были Каринский Режим В общем Закрутил Гайки И В зародыше Подавил Эти демократические Тенденции И мы имеем То что имеем И поводом Для этого Была гражданская Война В Таджикистане В разжигании Которые Азербайджанская Пропаганда Приняла Деятельное Участие Потому что Еще тогда В советское Время В центральных Советских Изданиях Тогда Они еще Были Объективны Это Комсомольская Правда Это Визвестие Я Своими Глазами Читал Сведения О том Об Активности Азербайджанских Эмиссаров Душамбы Сейчас Когда Описывается Возможно Добавляю слово Возможно Может быть А тогда Прямо Описывалось Почему Потому что Это было Одновременно То есть Эти события Происходили И Азербайджан Еще не мог Себе позволить Оплачивать Сейчас Он может Это Финансово Прикрыть Рты Кому Нужно Кстати Говоря Я заметил Что У них По Одному Два Человека У своих Таких Армянофобских Скажем так Экспертов Рассажены В Казахстане В Узбекистане В Кыргызстане И Таджикистане Как Вы Считаете В чем Проблема Чего Не делает Армения Чтобы Пресечь Вот эти Антиармянские Возгласы Вопли В тех же Среднеазиатских Республиках Среди Вот таких Граждан Как вы Назвали Что Должна Сделать Армения Для этого Армения Прежде Всего Не Не Погружаться В Ксенофобную Риторику Во-первых Не Поддаваться На провокации Азербайджанской Стороны И не Подхватывать Ксенофобную Риторику Давайте скажем Армянам Это с трудом Удается Потому что С трудом Удается Потому что Вот этот Самый Этноним Или Экзоним Как можно Это назвать Тюрки Армянам Многим Кажется Что Это Все Как Один Народ Это Большая Проблема Это Конкретно Об армянах А я Говорю Об Армении Государство На уровне Страны Что Должна Сделать Армения Чтобы Пресечь Вот Эти Азербайджанские Щупальца В странах Средней Азии Вот Я И Говорю Прежде Всего Нужно Прекратить Ксенофобную Риторию И даже В отношении Азербайджанцев 30 лет Уже хватит Полукат этого Нет Тем более Обобщать В общем-то Своё Негативное Отношение Ко всем Тюркам Это Вообще Непродуктивно И Искать В азербайджанцев В своих Ваших Реальных Оппонентов Оппонентах Каченческие Корни Вот Тюркские Орды Нас Подавляли Испокон веков Это Совсем Непродуктивно Вы Тем самым Объединяете Тех же Самых Азербайджанцев Скажем С казахами И тиргизм Между которыми Дистанция Колоссальная Азербайджанцы Я сам так говорю Обычно Если такое Говорят Говорят Не конкретно О современных Сегодняшних Азербайджанцах Обо их Суперстратии Об их предках Ну Я думаю Что Если вы Переведете Так сказать В квалификации Конфликты Между Армянами Азербайджанцами Как бы Братоубийственная Война Братоубийственный Конфликт То так Будет Более Продуктивно Я вам Один момент Только скажу Вы наверное Знаете Что Ближайшие Тюркские Соседи Из Из Средней Азии Да Туркмена Вы знаете Как азербайджанцев Называют Армянами Армянами И Неспроста И мы Тоже Раньше Хоть Азербайджанцев Армянами Не называли Но Как-то Сильно Не различали По многим Критериям Я знаю В Казахстане Там та же история Была И недавно Совершенно Вот когда Новогодний Инцидент Был с убийством Казахского парня Что Там Казахстане Горячие Ребята Атаковали В общем-то Наехали На Азербайджанский Кафе Который Назывался Краснодарский Кафе Баку Предъявляя Им претензии По поводу Убийства Казахского Парня Хотя В то время Доминировала Версия О том Что якобы Убил Армянский Парень То есть Они совершенно Не различали Армян И азербайджанцев И вот Вот этот момент Вот из этого момента Можно исходить Я не говорю Что нужно Но можно Над этим подумать Все-таки же вы Дело в том Канат Я вас перебью Дело в том Что как раз таки Армяне Со своей стороны Больше из этого момента Который вы предлагаете И исходя Армянам Последнее время Из-за объявленной Информационной войны Приходится держать Удар По всем фронтам Дашнаки Это лишь В Средней Азии Это их Лишь Часть Небольшая Скажем так Победы В кавычках Да Когда они муссируют Антиармянскую Пропаганду Где-то в Средней Азии Они то же самое Делают В других республиках В соседней Грузии В Иране Вон недавно Пытались Представить Ходжалы Показывая Фотографии Геноцида Армян 1915 года И сами же Этим же Обошкались И опозорились То есть Армения Никак не препятствует Въезда Граждан Азербайджана На территорию Армении И даже Того же Нагорно-Карабах Той же Нагорно-Карабах Республики А уж если Это граждане России Эти азербайджанцы То они Спокойно могут Въезжать С российским Паспортом У них даже Никто Национальность Не спросят На территорию Армении И на территорию Карабаха Потому что Туда Въезд Тоже Так же Свободен Для граждан России Как и В Армению Чего нет Наоборот Где Не только Армяне Не приветствуются Но и не Приветствуются Те же Русские Люди Или узбеки Или кто-то Там еще С печатью Армянской Понимаете В чем дело То есть О братоубийственной Войне Должны Говорить Наверное Больше Они А не Армянская Сторона Армянская Сторона Вообще Не прикладывает Ничему усилия Я вам Открою Секрет Когда я Бываю В Армении И говорю Почему вы Так слабо Ведете Отбиваетесь От этой Все информационной Атаки На что я Получаю Такой Ответ А зачем Нам это Нужно И так Все знают Правду Понимаете Чего не делает Азербайджан Азербайджан Грохает Огромные Суммы Денег Ради Антиармянской Пропаганды О какой Тут О каком Братолюбии Здесь может Ити речь То есть Армяне И так Их любят Приезжайте Пожалуйста Кто вам Запрещает Приехать В тот же Карабах Навестить Могилы Ваших Предков Приезжал Помню Насколько Я знаю То ли Восьмом Году То ли В седьмом Году Посол Азербайджана В Российской Федерации Палат Белуглы Он там Посещал Могилы Его предков Но пусть Приедут И другие Почему Только Посол Вопрос В другом Почему Не могут Сделать Это Армяне Лично У меня В Баку Похоронена Бабушка Которую Я тоже Хотел Бы Посетить Могилу Но я Не могу Этого Сделать И меня Развернут Обратно Не в Баку А уже В самой Москве Меня Просто Не пустят На рейс И таких Примеров Масса Вот о чем Речь Но Дело В том Что У азербайджанской Стороны У азербайджанских Властей Есть Реальная Материальная Мотивация Накручивать Вражду В отношении Армян Дело Не в армянах А дело В их Корыстных Интересах Для них Это повод Продолжать Грабить Свой Народ Ведь Вскрывались Факты Наличие Панамских Щитов У Высшей Элиты Азербайджанского Общества Мальтийскую Журналисту Так и Вовсе Отправили В мир Иной Да Да И поэтому Когда Есть Эта Вражда Накручивается Преднамеренно С корыстным Интересом Тут Трудно Что-либо Скать Они Власти Азербайджана Совершают Преступления Прежде всего Против Своего Народа Вот Ну А Армяне Армянский Народ Ну Как бы Получается Как побочный Эффект На самом деле И главная цель Сам Азербайджанский Народ Теперь Я не знаю Рецептов Как это преодолеть То что я сказал Это Знаете Экспромтом Вопрос был Для меня Неожиданный Но я думаю Что Успехи Армении Они Будут Способствовать Улучшение Имиджа Армении В тюркоязычном Мире Вот После Это правда Это правда Да После победы Баркотной Революции Вы знаете Николай Пашинян Стал кумиром Тюркоязычных Народов Центральной Азии Вот Отношение Сразу Потеплело Иначе Иное стало И потом еще Очень сильно Мешает И это звучит Это не моя Выдумка Это звучит Членство Армении В ОДКБ Членство Армении Пророссийских Интеграционных Объединений Все равно Вы знаете Критическое Отношение К России Не к русскому Народу А именно к России Центральная Азия Она сидит В глубине На клеточном Уровне Вот Это даже Было И в советское Время Просто Не горлопанили Не шумели Не гундели Об этом Но на самом Деле Скептическое Отношение К российской Государственности Оно сидит Довольно Глубоко И вот Этот факт Того Что Армения Является Участницей Российских Интеграционных Образований Или Пророссийских Это Сильно Мешает Отношению К Что еще Других вариантов Пока еще Насколько я знаю Не выбрано Но посмотрим Что новое правительство Сделало С другой стороны Армения Устроена Географически Так Что она Должна Быть В союзе С каким-нибудь Наиболее Сильным Государством Не будь Это Россия Ну будут Соединенные Штаты И будут Это Соединенные Штаты Будут Кто-то Другие Привязываться Допустим К одному Ирану Тоже Невозможно Потому что Там тоже Далеко Не лучшее Положение Иран занимает В глазах Международного Сообщества Насколько Вы знаете А других Как бы Бог и не дал Соседей Но все же Довольно таки Мало Освещается Ваш союз С Ираном Ваше дружеское Отношение С Ираном Для мусульманского Мира Это было бы Очень хорошим Моментом Имейте ввиду Мы Кто-то Кто знает Знает Что Реально Существует Союз Ирана И Армении Но мало Это освещается Мало Эта тема Педалируется Во всяком случае Центральная Азиатская Консорция Второе Я как-то Я же и начал Как раз Разговор С того Что Нет армянских Представительств Ведомств В странах Средней Азии Некому Муссировать Это все Некому Распространять Это все Все Лучшее Что там Есть Армянское И все Что делается Это делается Руками И головой Армянской Диаспоры В этих Странах Да В этом вся И проблема Насколько Я понимаю Очень Вялое Вялое Участие Вообще В жизни Армянской Диаспоры Центральной Азии Армянской Апостольской Церкви Вот например У нас Была Сожжена Группа Так Группа Так называемое Дело Арамаиса Авакяна Это было В феврале 2016 Года Когда Джизахский Областной суд По уголовным делам Признал Местного Фермера Армянской Национальности Арамаиса Авакяна И четырех Его приятелей Узбеков И трех Сотрудников Принадлежавшие Ему Рыбохозяйство Виновными В диверсии Кража А также В создании Руководства Участия И в религиозных Экстремических Сепаратических Фундаменталистических Или иных Запрещенных Организаций Вы можете Представить Когда на Христианина Армянина Навешали Обвинения В его Причастности К К джихаду К джихадистскому Движению Абсурд Целью Этого Дела Наезд На него Был Элементарный Рейдерский Захват Его Рыбного Хозяйства И об этом Вовремя Подняли Так сказать Шум Узбекских Журналистов Но я Ваш покорный Слуга Постарался Это Довести До сведений Своих Армянских Друзей Через Соцсети И Благо К тому Время Было Много Контактов Много Друзей И В общем-то Они Будоражили Армянское Общество В конце Концов В процесс Включился Включился Армянское Правительство Сделал Заявление Армянское Омбудсмен И Были переговоры Армянского Омбудсмена С узбекским Но мне кажется Это не тот путь Ведь Ромаис Авакян Это гражданин Узбекистана Прежде всего И Основание Для вмешательства Республики Армения Его дела Как-то Не выглядит Убедительным Другое дело Армянско-апостольская Церковь Прихожанином Которым Он является Является Он И является Его Семья Ну Имею Ввиду Родительская Семья Я много раз Спросил Своих Армянских Грузей Именно Чтоб Церковь Включилась Церковь Выходила На Переговоры С узбекской Властью И Делала Заявление Выражала Забоченность Протест В конце Концов Так Было Бы Продуктивнее И так Было Бы Юридически Обоснованно Вот Мне Кажется В церкви В армянской Церкви Не все Благополучно Обстоит Раз Она Занимает Давно Уже Все Неблагополучно Обстоит Но У меня Вопрос Сейчас Другой Еще К вам Каким Видите Перспективы Армяно Центрально-Азиатские Отношения Скажем Армяно Например Узбекские Армяно Киргизские И так далее Я их Вижу Позитивными Радужным В радужном Цвете Почему Потому что Армяне Отличный Потенциал Все таки Надо признать Что Армянский Народ Всегда Выделялся Более Высокий Чем У окружающих Образованности Уровня Образованности Склонности К изучению Наук Освоению Каких-то Новых Отраслей Наук И сегодня Насколько я знаю Если я не ошибаюсь Армяне является Лидером Информационной Технологии На всем Советском Пространстве Это ведь так Это довольно Актуально Это довольно Актуально Отрасль И Если Армянские Специалисты Будут Сотрудничать В этом Скажем С узбекскими Специалистами Я думаю Что лучших Друзей Чем Вы У нас Не будет Что еще Я как-то С вами Делился И Об этом Опубликовали На Работе Своё предложение Способствовать Строительству Трансконтинентальной Железнодорожной Магистрали Шириной Колеи 1435 Миллиметров Но Вы знаете Наверное Надеюсь Знаете Что В Европейском Союзе В Турции В Иране И В Китае Принят Именно Этот стандарт Ширины Железнодорожной Колеи 1435 Миллиметров Тогда как На постсоветском Пространстве 1520 Миллиметров И Иранцы Довели Уже Свою Железнодорожную Ветку До Туркменской Границы Ну и Много Писали Что И даже Соединили Со Среднеазиатской Железнодорожной Сетью Но Соединение Она Знаете Через Смену Платформ Это Дорогостоящие И отнимающие Время Мероприятия Китайцы Тоже Довели До Кашгара Это На Киргизской Границе То есть Если Проложить Железнодорожную Магистраль Шириной Именно 1435 Миллиметров От Сирахса Туркменского Сирахса До Китайского Кашгара То Воссоединятся Железнодорожные Сети Китая Ирана Турции Европейского Союза То есть Из Парижа До Шанхая Можно Ехать Бесприкатственно Не меняя Платформу Но Какое же Место Армении Дело в том Что на Западном Фланге Этой Предполагаемой Магистрали Есть Весьма Слабый Участок Это Паромная Переправа Через Озеро Ван Но Сейчас Эта Паромная Переправа Видимо Вполне Удовлетворяет Потребность Перемещения Из Турции В Иран Но Когда Дело Подключится Европейский Союз И Китай Боюсь Что Эта Переправа Будет Мощность Эта Переправа Будет Очень И очень Недостаточно Возникнет Необходимо Строительство Обходного Магистрали На территории Турции Это Проблематично Вдвойне С одной Стороны Ландшафт С другой Стороны Беспокойные Районы Зона Конфликта С Курдами С Курдскими Повстанцами И вот Тут-то Территория Армения Армения В одностороннем Порядке Сама Ну правда При помощи Внешних сил Но Сама Может Принять Решение Перевести Свою Железнодорожную Сеть На Стандарт 1435 Миллиметров Все равно Она у вас Сейчас глухая Все равно Она убита Можно сказать Так В каком Есть Проложительная Железнодорожная Сеть Насколько Знаю Это только С Грузии До Батуми Да А здесь Нужно Провести От Иранской Границы К Границе Грузии И Границе Турции Я не сомневаюсь Что Иран Подключится У вас С ним Прекрасно Отношение Так Я Почти что Не сомневаюсь Что Грузия Тоже Подключится И Грузия Заинтересована Будет В этом То есть Грузии Достаточно Провести Железнодорожную Ветку Именно Этой Калии Этой Ширной Калии До своих Черноморских Портов На самом деле Такое Строительство Ведется Называется Север-юг Уже построило Какой-то кусок Но Насколько я знаю Пока Заморозило Из-за финансовых Проблем Дальше Будет Отстраиваться Я хочу Еще Напомнить Вот Нашим зрителям Ваши слова По поводу Тюркского мира Что Не все тюрки Это азербайджанцы И не все азербайджанцы Скажем так Это все тюрки Да Потому что тюрки Это все-таки Разные народы Даже Разные религии Это и мусульмане И христиане И есть даже те Которые Исповедуют До сих пор Шаманизм И Между Тюркскими народами Тоже имеются И имелись В истории Разногласия Как Например Это хочу я Вот Нашему зрителю Привести пример Например Сегодня Годовщина Событий В Фергане Которые Произошли Между Узбеками И Турками Месхетинцами Вот Это как пример Тому И поэтому Вот ваш призыв Интеграции Ко всему Тюркскому миру Армянскому Обществу Все-таки Я вас поддерживаю Я думаю Стоит И это будет Очень большим ударом Для того же Азербайджана Который В случае чего Очень часто Любит петь песни О великом Пантуранизме А то и Пантюркизме Ну Я надеюсь Что если Тот самый Проект Транспортный Проект О которым Я заикнулся Будет осуществлен То к нему Будет иметь Возможность Присоединиться И Азербайджан В конце концов Азербайджан Тоже не может Вечно Оставаться В этом состоянии Зомбированности Такой Жуткой Армянофобии Вы соседи Вы обречены Жить вместе Кроме мира Другого Не дано Вы мне спросили Какие я еще Вижу Пути Решения Вот этой Уже Позорно Устаревшей Войны Позорно Устаревшего Конфликтного Состояния У армян Есть Возможность Есть шанс Изменить Коренным Образом Как говорится Причина Зарыта Карабахи Я считаю Что Карабах Ну Он должен быть Независимым Государством Нагорно Карабах Сторву И она Де факто И является Независимым Государством Разговор о том Что она Соединится к Армении Возможно Это и тормозит Его признание Нагорно Карабахская Республика Она должна Получить Мировое Признание Со стороны Разных Стран мира Что для этого Надо сделать Я думаю Что Степанакет Должны Четко И внятно Заявить О готовности К репатриации Азербайджанских Беженцев Уроженцев Карабаха Только Карабаха А Хоть Азербайджанские Беженцы Этим Это уже Их дело Армян Карабаха Об этом Заявить Внятно И четко И чтобы Это было Ощутимо От себя Добавил бы Стоит вам Подумать И о возможности Придания Азербайджанскому Языку Независимому Повторяю Независимому Карабахе Статус Официального Языка Даже Не дождаться До того Когда там Появится Хоть Один Азербайджанец Это Жест Официальный Статус Языка Это еще не Знать Что Все нужно Дело производства Переводить И там Что-то По большевистски Вот все Прямо Швейцария В Швейцарии Там Даже Ретароманы Которые Живут В одной Деревне Их языки Несколько Несколько Семей Кстати Говоря Если Не Ошибаюсь Ретароманов Там Всего Около Тридцати Семей Да Да И Вот Этот Вот Эта Модель Которую Я предлагаю Она может Тот Который Я предлагаю Может Стать Моделью Для Всего Постсоветского Пространства В том Сто Но Что Стоит Туркам Дать Официальный Статус Курдскому Языку И все Основание Для Войны Буквально Уже Исчерпается На Следующий День Война Прекратится А так Они 40 Лет Воюют Из-за Чего Их Война Яйца Выеденного Не стоит Война Между Турками И Курдами Потому Что Разницы Я Между Турками И Курдами Вот Я Сколько Общался С Турками С Курдами Я Сильно Не Различаю Их Отличие Только Язык А Народная Традиция Обычай Психология Поведенческая Психология По поводу Карабаха Я Хотел Добавить Еще Я Не Думаю Что Армяне Карабаха Были Бо Против Чтобы Возвратить Вот Эти Какую-то Там Часть Эти же 20 процентов Переселенцев Азербайджанцев Карабах Другое Дело Что Сами Азербайджанцы Захотят Этого Или Нет Все Таки Прошло Уже Немало Лет Зомбированы Вот этим Армяно Ненавистничеством Кстати Говоря Те Кто Приезжает В Армению Не Замечают В Армянах Вот Эту Какую-то Азербайджанофобию Или Еще Что-то В этом Роде Многие Рассказывают После Армении Что Такое Ощущение Будто Бо и Войны Никакой Нет И Не Было И О Карабахе Там Особо И Никто Не Думает И Вроде Как И Азербайджанцы Рядом По соседству Но В то же Время О них Просто Никто Не Говорит Чего Не Скажешь Об Азербайджане Многие Российские Туристы Возвращаясь Оттуда Рассказывают Все Услышанное Плохое Об Армянах Чего Там Им Наговорили И Тоже Диву Дается Насколько Они Просто Начинены Злобой Антиармянской Более Того Я вам скажу Что Узбекистанские Отношения Между Узбекистанским Азербайджанцами И Узбекистанскими Армянами Вполне Спокойно Вполне Нормальные За пределами Азербайджана Везде Вполне Нормальные Наверное Потому что Эти ребята Не заканчивали Азербайджанские Вузы И школы Где им Пичкают Эти Армяны Ненавистнические Уважники Да нет Работает Государственная Пропаганда Например Есть существенная Разница Между Поведенческое Поведение Между Узбекистанскими Таджиками И Таджиками Таджикистана Существенное Мировоззрение Конечно Гражданство Проживание В поле Действия Той или иной Пропаганды Играет Существенную Роль На Формировании Мировоззрения Это Однозначно Я это Я это И сказал Но я Только Привел Пример С Азербайджаном Ведь Азербайджан Тоже Как раз Таки Работают На эту Пропаганду Но только Как бы Это делает Со своей Колокольной На территории Своей Страны А вот За пределами Своей Государств Им уже Сложно Это делать Покуда Не заплатишь Так сказать Это касается Между прочим И армян Я ощущаю Разницу Между армянами Живущими В Армении И армянами Скажем Живущими На Западе Существенно Вот Например Вот это Продолжение О котором Я сейчас Сказал О том Чтобы Деэтнизировать Карабах В смысле Государственное Устройство Карабаха У армян Армении Вызывает Шок Да ты что Категорически Не примет И это Еще Питает Ко мне Самые лучшие Чувства Тогда как Армяне Живущие На Западе С восторгом Это услышали Правильно Говорят Безусловно Поддерж Почему Потому что Они Глотнули Воздух Нормальной Жизни Нормального Государственного Устройства Тех же Соединенных Штатов В той же Франции Понимаете Тем не менее Я больше Чем уверен С вашим Предложением Согласятся В процентном Отношении Больше Армян Чем Азербайджан А И не нужны Согласия Это внутреннее Это сугубо Внутреннее Дело Нагорно-Карабахской Республики В одностороннем Порядке Продекларировать Вот Официальный Статус Наряду С армянским Языком Совершенно Одном Молле Продоставляется Азербайджанскому Языку Мы Мы Декларируем Готовность К Репатриации Уроженцев Карабаха Азербайджанского Происхождения И их Потомков Но только Уроженцам Карабаха И их Потомков А не Бакинским Азербайджанцам Или Ганджинскими И так далее А что вы скажете Об армянах Беженцах Из Баку Сумгаита Кировабада И так далее Ну это уже будет Да Ваш вопрос Справедливый Но Справедливо Ответить Я на него Не смогу Все-таки У нас бежало Оттуда больше Чем азербайджанцев Из Карабаха Да Но армяне Однозначно Не вернутся В Азербайджан Однозначно Не вернутся То же самое Сделают И азербайджанцы Ну не вернутся Это их Проблема будет Главное Что вы Перед лицом Мирового Сообщества Покажете Своё Гуманное Лицо Я вас понял Да Нужно Нужно Добиться Признания Со стороны Мирового Сообщества Чтоб Нагорно-Карабахская Республика Стала легитимным Государством Чтоб туда пошли Инвестиции Воспользуйтесь Этим азербайджанские Уроженцы Это их Дело Я думаю Что Когда они увидят Что жизнь налаживается Они будут возвращаться Я думаю Что Когда жизнь будет налаживаться Когда они будут Чувствовать Воздух Свободы В Карабахе Я не думаю Что они будут Вредителями Они Они Это нормальные люди Азербайджанцы Тоже Они нормальные Только В рамках Азербайджанской Республики Под властью Баку По большому счету Если подумать Какая разница Вот Скажем Азербайджанцу Карабаха Куда платить Налоги Степанакерп Или в Баку Главное Чтобы Жизнь вокруг Его жизнь Жизнь его семьи Жизнь на его улице Протекала бы Благополучно Чтобы был мир На его земле Чтобы урожай Давал его земля Что еще нужно Но этого хочет Каждый человек Мира и труда Скажем так Для себя И для своих детей Спасибо большое Канад К сожалению Наше время Уже Истекло Спасибо большое За интересный И приятный Разговор Я думаю Мы еще Встретимся Потому что Тема для обсуждения Между Арменией И странами Центральной Азии У нас будут Спасибо большое Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры